Плато Гиза в Египте как магнитом притягивает туристов. И хотя едут они сюда просто отдохнуть, очень трудно не попасть под влияние той магической энергии, которая как будто исходит от древних пирамид и пронизывает здесь все вокруг. Кто-то приходит в восторг, кого-то вдруг охватывает тревога, кто-то задумывается о смысле жизни. Увидев своими глазами то, что не передает ни одна фотография, многие задаются вопросом, кто же все-таки построил эти пирамиды? И как? И хотя Гид в любую минуту готов повторить то, что написано в школьном учебнике, у простого человека остаются большие сомнения в том, что это создано примитивными орудиями, да и вообще древними египтянами. Но не стыкуется никак теория с тем, что видишь. Вот и возникают разные версии. Кто-то полагает, что создатели пирамид – жители легендарной Атлантиды или их потомки. Другие думают, что это дело рук пришельцев с далеких планет. Историки отвергают эти теории. Но вот что интересно, факты оказываются вовсе не на их стороне, а на стороне того самого простого туриста, который усомнился в истинных из школьного учебника. Семь пирамид Египта настолько сильно отличаются от остальных, что позволяют говорить о их строительстве древней высокоразвитой цивилизации, причем задолго до первых фараонов. Чтобы узнать, что же реально было в прошлом, нужна информация из первых рук. Например, из текстов, которые до сих пор хранят стены дворцов и храмов древнего Египта. Долгое время они казались простым орнаментом или таинственными заклинаниями. Все изменилось, когда был найден розетский камень с надписью на нескольких языках. Он и стал золотым ключиком, который открыл заветную дверцу в мир древних текстов. И каменные стены заговорили. Заговорили словами самих очевидцев событий далекого прошлого. Конечно, разговаривать с каменной стеной непросто, но можно. Для этого только надо перейти на ее язык. Язык надписей. А что делать, если надписей нет? Ведь как раз самые интересные и загадочные пирамиды их не имеют. Может ли говорить голый камень? Оказывается, вполне. Нужно только, как и с надписями, перейти на другой язык. Язык камня. И грубые сколы, и ровные поверхности говорят не только о том, что камень обрабатывали, но и как именно это делали. Выбор инструмента зависит от твердости породы. Размеры и вес камня задают методы его транспортировки. А качество каменной кладки может много рассказать о технологии строительства и знаниях самих строителей. Так что камень оказывается весьма разговорчивым. Вот и поговорим с египетскими пирамидами на их языке. На языке камня. Для этого на место отправилась целая группа. Гуманитарий и технарий. С научными степенями и без. Всех объединило желание разобраться в реальных фактах, а не полагаться только на книги и авторитеты. Историки полагают, что раньше пирамид появились мастабы. Гробницы, похожие на дом, который требовался египтянину и после смерти. Мастабы строили для себя и фраоны. Но основатель третьей династии Джосер решил почему-то поставить ряд таких конструкций друг на друга. Так возникла ступенчатая пирамида в Саккаре. Ее считают самой первой египетской пирамидой. Построена она из небольших грубых камней, которые уложены на раствор из глины. Это вполне под силу обычному человеку. Все хорошо подходит к тому примитивному уровню древнего Египта, каким мы его представляем. Каких-то сто лет отводят историки на период от Джосера до Хеопса, который начал строительство грандиозного комплекса на плато Гиза. А картина уже совсем другая. Без какого-либо раствора, аккуратно уложены друг на друга, уже не простые камни, а большие и даже громадные блоки. Полтора на полтора, два двадцать пять на шесть будем считать, да? Двенадцать-пятнадцать. Порядка 100 тонн. Идеально ровные поверхности блоков из гранита и базальта. Очень твердых пород. Колоссальный скачок технологий. Конечно, за сотню лет такой взлет возможен. Подобное имело место, скажем, в прошлом двадцатом веке. Но скачок нашей цивилизации кардинально изменил буквально все. А в древнем Египте это якобы коснулось только строительства пирамид. Во всем остальном никаких перемен. Общество как было примитивным, так им и осталось. Вы когда-нибудь пробовали разрезать напильник деревянным ножом? Это примерно то же самое, что медным инструментом обрабатывать гранит или базальт. А историки убеждают нас в том, что подобным образом древние мастера создавали идеально ровные поверхности гранитных и базальтовых блоков промышленных масштабов. Сегодня во всем мире есть всего несколько кранов, которые могут поднять везы в 200 тонн. А древние египтяне будто бы вручную перетаскивали такие блоки. Да еще устанавливали их друг на друга. Картина просто не вписывается в рамки здравого смысла. Вот если строителям пирамид было под силу такие блоки устанавливать на место и так тщательно обрабатывать, то тем, кто разбирал эту пирамиду, поднять такой блок уже сил не хватало. Вот и рубили на мелкие части. А строить-то гораздо труднее, чем ломать. Это только кажется, что если маленький ребенок может собрать пирамидку из детских кубиков, то и взрослые дяденьки легко сделают то же самое. Даже если вес кубиков десятки тонн, а высота пирамидки с полсотни этажей. Простая арифметика здесь не проходит. Однако оказывается, что на такой взлет строительных технологий у египтян не было даже этих 100 лет. Скачок получился мгновенным. Ведь 100 лет – это если не учитывать качество пирамид, поставленных за период от Джосера до Хеопса. Ну вот, к примеру, пирамида другого фараона Третьей династии в Саккаре. Хотя от нее осталось не так уж и много, видно, что ее кладка ничем не отличается от ее ступенчатой соседки. И та же самая картина в другой, более поздней пирамиде. Автором ее считается уже предпоследний фараон Третьей династии. Вот здесь центральная часть пирамиды. И ее обходит кладка, которая вся направлена к центру с каждой стороны. Такие наклонные ряды. Очень похоже на то, что было в Джосера. Там, в той части, где именно вот такого же типа кладка, достаточно халтурная. Вот это верится, что могли сделать фараоны. Или при фараонах. Толпой народа собрали камни, положили на раствор. Никаких особых изысков и никакой особой сложности, кроме того, что нужно массу народу на стройку согнать. Не нужно быть специалистом в области строительства, чтобы понять, что прогресса нет никакого. И вдруг буквально следующий же фараон строит в Медуме совсем другую пирамиду. Это только издали она кажется несуразной и небрежной. Если подойти поближе, все совсем не так. Кладка стен уже из крупных блоков, которые сделаны почти по единому стандарту и уложены очень плотно. Если и остаются какие-то сомнения в высочайшем качестве кладки, то достаточно взглянуть на блоки над дырами в стенах. Они буквально висят в воздухе, зажатые как костяшки домино. Но самое поразительное, что стены выравнивали уже после их возведения. Вручную, так как полировать участки поверхности размером с баскетбольную площадку, просто невозможно. Здесь явно применялись совсем иные технологии. Не только на уровне современных, но и более сложные. Ведь выравнивать приходилось не горизонтальную, а наклонную поверхность. И все-таки внутри Медумская пирамида удивило гораздо больше. Только на первый взгляд коридор кажется неряшливым и наспех прорубленным. Всему виной поврежденная поверхность стен и потолка. Но если присмотреться к стыкам, видно, что коридор сделан очень аккуратно из блоков с идеально ровными гранями. И не будь повреждений, то ли природных, то ли нанесенных чьей-то рукой, он мог бы конкурировать с коридорами Великой Пирамиды. Нижняя камера так же только с первого взгляда кажется просто пещерой. Однако это совсем не так. Она на самом деле вначале была сделана очень ровно. Это видно по тем швам и стыкам между блоками, которые сейчас просматриваются. Верхний стой весь обрушился и получилась такая неровная поверхность. А на самом деле стыки очень-очень ровные. Блоки очень тщательно подогнуты друг к другу. Выходит, создатели Медумской пирамиды каким-то чудодейственным образом мгновенно достигли высот строителей Гизы. Вот так. Вчера не умели, а с утра проснулись и смогли. По мнению историков, следующий фараон Снофру поставил сразу две пирамиды. Первая из них как будто не доделана. Полагает, что фараон изменил планы по ходу строительства. Вот она и получилась, такой неправильной ломаной формы. А планы он изменил из-за того, что пирамида стала разрушаться почти с самого начала. Но странно. Прошла не одна тысяча лет, Египет пережил немало землетрясений, а пирамида до сих пор стоит почти целая. И сохранилась, пожалуй, лучше других. Даже потерянная часть облицовки явно не осыпалась сама, а была кем-то просто снята. Качество кладки снова на очень высоком уровне. Большие блоки плотно подогнаны друг к другу. А внешняя поверхность аккуратно выровнена. Видев все это, начинаешь подозревать, что ломаная форма была задумана строителями с самого начала. И была им зачем-то нужна. Только вот зачем? Если бы это было единственной загадкой. Прямо надо мной вход в пирамиду. Никто его не прятал, он открытый. Но зачем ему нужно было делать на такой высоте? Совершенно непонятно. Какой великий смысл в ничем не закрытой дырке? Похоже, ответ лежит где-то за пределами привычной логики. Впрочем, обычная логика часто заходит в тупик там, где речь идет о пирамидах. Вот соседка ломаной, красная пирамида. Автором ее тоже считается Снофру. Она уже совсем похожа на великую в Гизе, не только своим внешним видом, но и внутри. Идеальные плоскости стен, коридоров и камер. Громадные блоки кладки. Высокие ступенчатые своды, похожие на перекрытие большой галереи в Великой пирамиде. И так же, как и в Великой, очень сильная акустика. Вообще фотографии не передают абсолютно вот этой махиной, которая подавляет прямо. Идеально ровные везде грани. Если и видна какая-то эволюция, то только начиная с Медумской пирамиды и в рамках одной и той же строительной технологии очень высокого уровня. Эволюция, которая достигла пика на плато Гизе рядом с современным Каиром. За довольно короткий срок здесь возникает целый комплекс, который и сегодня поражает качеством исполнения и может вызвать зависть любого строителя. Пирамиды, внутри которых легко поместились бы целые соборы, построенные на пределе точности современных инструментов. И очень похоже, что для строителей комплекса это было не героическим подвигом, а обычной рутиной. Пришли на работу, легко поставили тысячи блоков с ювелирной точностью и пошли отдыхать. Но еще больше сомнений в официальной версии вызывает другой скачок. В конце четвертой династии. Только уже не вверх, а вниз. Буквально за одно поколение куда-то пропали все мастера экстракласса. Как будто эпидемия какая их сразила. Вместе с мастерами испарились и строительные технологии. Все пирамиды пятой и шестой династии меньше в размерах и сделаны гораздо небрежней. Вот и имеют ныне плачевный вид. Снова примитивная кладка из грубых камней на глиняном растворе. Взлета четвертой династии как будто и не было. Чудеса да и только. И даже при двенадцатой династии, через тысячу лет, технология так и осталась на примитивном уровне. Пирамиды строили в основном из мелкого камня и необожженного кирпича. Если способен создать нечто грандиозное, то сделать качественно что-то поскромнее не проблема. Так подсказывает обычная логика. Историки полагают, что параллельно с пирамидами-великанами для себя, фараоны четвертой династии строили пирамиды-малютки для своих жен. Большие пирамиды их, конечно, затмевают. Поэтому мало кто замечает, что по качеству они гораздо хуже своих величавых соседок. Как будто рядом с мастерами экстракласса в то же самое время и в том же самом месте работали подмастерия-двоечники. Неужели фараоны так сильно не любили своих жен, что выделяли на строительство их пирамид только недоучих? Однако по официальной версии получается, что в это же время фараоны строили такие пирамиды, которые выглядят еще хуже. Открыто изучены они более ста лет назад, но в обычных изданиях о них предпочитают не вспоминать. Доступ туристов к ним закрыт, под предлогом проведения археологических работ. Это семь очень маленьких пирамид, всего около 20 метров в основании. Самые южные из них построены прямо посреди Нила, на острове Элефантино в Осуане. Вроде бы ничего интересного. Небрежная кучка грубых камней, которые блоками-то назвать нельзя. Проблема в том, что датируются эти семь пирамид временем, когда создавалась уже Медумская пирамида. А ведь технологии их строительства даже сравнить невозможно. Но и это еще не все. Во времена 4-й династии рядом с Медумской пирамидой появляется мастаба, которая построена даже не из камня, а из необожженных глиняных кирпичей. Получается, что для одних членов королевской семьи строили по современным технологиям, а другим доставался лишь полный примитив? Есть и другие странности. Фараоны 4-й династии постоянно воевали со своими соседями. И для защиты от набегов с юга в Осуане была создана оборонительная стена длиной около 20 километров. Но хотя для комплекса Гизы из местных каменоломен в это время должны были отправлять гранит тысячами тонн, стена была построена из подручных материалов, щебней, земли и необожженных кирпичей, а между тем гранитные каменоломни совсем рядом. И вот парадокс. Если военные победы и создание стены фараонами 4-й династии зафиксированы историческими документами, то об их участии в строительстве пирамид великанов нет нигде ни слова. Например, как событие громадного значения описывается прибытие каравана кораблей с ливанским кедром для строительства дворца Снуфру. И в то же время документы хранят полное молчание о создании этим же фараонам двух пирамид, которые должны были прославить его на века. Не имели фараоны к созданию целого ряда пирамид никакого отношения. Во всяком случае, все факты указывают на то, что дело обстоит именно так. Но если факты противоречат теории, то нужно отбрасывать теорию, а не факты. Пирамида в Медуме, две пирамиды в Дашуре и три на плато Гизе. Пожалуй, стоит добавить еще пирамиду в Абу-Рааши. Ныне она раздета до скального основания. Хотя кое-что все-таки осталось, и этого вполне хватает, чтобы увидеть те же развитые методы строительства и общие элементы даже в деталях. Проход явно должен был быть уже знакомый нам ширины. Узкий, неудобный. И высота, наверное, такая же. Шопыки согнувшись. Кто-то полагает, что пирамида обрушилась. Кто-то, что она так и не была достроена. И тех и других смущает огромный размер внутренней камеры. Но если учесть то, что сделали строители в Гизе, вряд ли они сомневались в своем успехе. Скорее всего, пирамида была достроена до конца. И только потом ее разбирал уже кто-то другой. По крайней мере, количество гравитных обломков рядом с пирамидой говорит о том, что разбирали ее уже полностью готовы. Всего несколько египетских пирамид никак не вписываются в общий ряд и портят историкам стройную картину. И если бы их убрать, то исчезли бы все противоречия и парадоксы. Но тогда получится, что никакого взлета технологий не было, а было постепенное и медленное развитие довольно примитивных методов каменного строительства. И уровень его вполне соответствует уровню развития общества в древнем Египте. Однако эти пирамиды не могут повиснуть в воздухе. Куда-то их надо поставить. Позже их не строили. И тогда остается только раньше. Далеко назад по шкале времени. В тот период, когда согласно мифам самих древних египтян, страной правили могущественные боги. А если полагаться на датировку древнего историка Манифона, было это порядка 10 тысяч лет назад. И вот тут нас могут спросить, а вы что, верите в инопланетян или Атлантиду? Но принципиальная ошибка кроется в самой постановке вопроса. Вера хороша для религии. Познание же строится не на вере, а на сомнении. Сомнении даже в самых общепризнанных догмах и установках. И опирается прежде всего на факты, логику и здравый смысл. А факты указывают на строительство семи пирамид именно в далеком прошлом. Следы эрозии сфинкса и траншеи вокруг него говорят о его создании в период сильных дождей, как минимум 8 тысяч лет назад. Геологи подтверждают этот вывод, а историки оспаривают. Среди найденных в Египте стел есть и такая, на которой сам Хеопс говорит о проведенном им ремонте сфинкса и называет хозяйкой Великой пирамиды богиню Сиду. А египтологи объявили эту стелу подделкой. Внутри Медумской пирамиды есть бревня, которые датируют рубежом 3-4 династии. Однако заметно, что их ставили уже в готовую конструкцию. Прорубали в блоках дырки побольше, чтобы пролезло бревно, а затем лишнее заделывали камнями и раствором. Так что бревна здесь появились тогда, когда пирамида была уже построена. Конечно, абсолютно уверенно говорить о наличии в глубокой древности, высоко развитой цивилизации богов или кого-то другого на основании всего нескольких пирамид нельзя. Но в Египте, как выясняется, сохранилось очень много других ее следов. Вся цивилизация времен фараонов возникла на руинах гораздо более древней цивилизации, которая по знанию и технологиям во многом превосходила даже нашу. глава комитета по древности Египта Захи Хавас постоянно твердит о том, что нет никаких свидетельств и доказательств существования некой древней цивилизации, особенно высокоразвитой задолго до фараонов. Дескать, археологи ничего не нашли. Мы поехали в Египет и просто сняли их. А вот это уже не детские забавы. Идеально ровная поверхность по кривой и вдоль все ровно точно такое же. Как это можно было сделать без современных инструментов представить просто невозможно. Была какая-то вообще конструкция, которую почему-то решили переделать уже под пирамиду. Вот интересный камушек. Так пропилено, вот след остался. Так был спил, след остался. Здесь что-то пропилено и откололи. А здесь еще есть сверление трубчатое. Примитив поверхность вообще просто шикарнейшие вещи по качеству строительства. Взяли что-то, заскландировали, закрытое место, куда доступа к простым смертным нет. Вот оно укрыто от глаз не только тогда было, а и сейчас. Следов этой древней цивилизации в Египте столько, что можно узнать о ней очень немало. Но тогда получится совсем другая история. И об этом в продолжении нашего фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok